В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Борьба с мошенничеством, статистика преступлений и изменения в законодательстве саровские полицейские подвели итоги года. Автоматизированная система, оплаты проезда, бумажные проездные прекратят свое действие 1 февраля. В Сарове завершились чемпионаты Первенской области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Далее расскажем обо всем подробно. Саровские полицейские подвели итоги уходящего года. На традиционной пресс-конференции рассказали о самых резонансных преступлениях, о работе по предотвращению мошенничества, обнаруженных в Сарове фальшивых купюрах, новом законе о тишине, а также о том, как отразилось на горожанах сокращение штатов ГИБДД. В этом году в Сарове зарегистрировано более 800 преступлений на 24% больше, чем в 2017. Такой рост в полиции связывает с активизацией мошенников, жертвами которых становятся доверчивые горожане. В целях профилактики стражи порядка начали обходить квартиры и раздавать памятки, где рассказано о том, как действуют злоумышленники и как можно от них защититься. Также фиксируется рост преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В этом году беспокойство горожанам доставила группа подростков, которые совершили серию краж. Одного молодого человека направили в специальное учреждение, второй отбывает наказание в центре изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Ну и в отношении последнего расследуется ряд уголовных дел в Следственном комитете, совершение двумя несовершеннолетними грабежа с насилием в отношении граждан нашего города. Остальные дела, которые находятся у нас в производстве в следственном подразделении и дознании тоже на соединении к этому уголовному делу направляются. Я думаю, в январе месяце данное уголовное дело будет направлено в суд. Что касается ужесточения закона о тишине, то Саровская полиция начала работу и в этом направлении. Гражданин, у которого соседи шумят, обращается в полицию, пишет заявление, полиция проводит проверку, составляет материал, потом протокол, направляет протокол для осмотрения в суд и в суд принимает решение о привлечении к ответственности. В принципе, статья рабочая, работает. В этом году прошло сокращение личного состава ГИБДД. Однако, благодаря наличию технических средств, в том числе камер на основных перекрестках, свои задачи сотрудники дорожной полиции выполняют в полном объеме. Самим же водителям также не стоит забывать о культуре вождения. С 1 января на всей территории Нижегородской области вводится автоматизированная система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. В связи с этим льготникам до 1 февраля необходимо получить персональную транспортную карту и в дальнейшем пополнять ее на стоимость проездного билета. Социальные проездные на бумажных носителях будут действовать в течение переходного периода до конца января 2019 года. А с февраля приниматься не будут. О том, как работает новая электронная система оплаты проезда, выясняла наша съемочная группа. Прогресс добрался и до Саровского общественного транспорта. Теперь при входе в автобус горожанам больше не нужно возиться с мелочью. Достаточно приложить транспортную или банковскую карту к специальному стационарному валидатору, который после успешного прохождения операции выдаст пассажиру чек об оплате. Можно расплатиться с помощью транспортной карты или с помощью банковской карты, если она у вас бесконтактная, просто приложив эту карту к терминалу. Автоматизированная система контроля оплаты проезда действует на муниципальных маршрутах еще с апреля прошлого года. Валидаторы в виде ручных терминалов появились у кондукторов на всех автобусных рейсах. Ими продолжат пользоваться и после внедрения стационарных аппаратов. Заплатить за проезд по-прежнему можно будет у кондуктора или водителя автобуса. Транспортные карты можно приобрести в городе Транси, но это будет транспортная карта только как проездной билет. Либо юридическое лицо, либо физическое лицо. Покупаете либо на 30 дней, либо на 60 дней. Приобрести транспортную карту можно на почте России. И только после покупки ее баланс необходимо пополнить через банкомат или мобильную систему оплаты. Продают такие транспортные карты и в отделениях Сбербанка, при условии, что гражданин сразу внесет на счет 200 рублей. На карту записывается один тариф, либо электронный кошелек. Туда кладутся деньги минимум 50 рублей и максимум 14 999. Либо вы берете тариф проездной. И там выбираете, какой лучше вам проездной. Два месяца, один месяц. Если вы откатались проездной и вам захотелось электронный кошелек, тогда нужно идти на почту или в Сбербанк, чтобы вам перепрограммировали карту. Единый социальный проездной билет и абонемент, а также проездные билеты для школьников и студентов на бумажных носителях будут действительно до конца января. Персональную льготную карту следует получить до 1 февраля. Оформить ее можно на автостанции Тупиковой и в многофункциональном центре. Более подробной информации по телефону 977-68. В интернете опубликовано новое видео проекта «Еще 10 песен атомных городов». В записи клипа на новогоднюю песню «Снежинка» приняли участие соровчанки Таисия Погодина и Юлия Бурова. Первый клип второго сезона проекта снят на песню «Марш веселых ребят». Определьны участники регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по общообразовательным предметам. Соров на областном уровне в Нижнем Новгороде будут представлять ученики из девяти школ, в том числе гимназии обоих лицеев, школ номер 10, 11, 12, 13, 16 и 17. Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте Департамента образования. Хоккейный клуб «Саров» в очередном матче высшей хоккейной лиги потерпел поражение. Наши игроки в гостях уступили Воронежскому «Бурану» со счетом 6-2. 26 декабря «Саров» встречается с Рязанью на льду соперника. Сейчас наш клуб находится на 27-й строчке турнирной таблицы ВХЛ. В Ярославле прошел форум профессиональной ориентации «Проектория», в котором приняли участие более 500 старшеклассников со всей России. Наш город представляли две команды школьников. Одна группа работала в Ярославле, а другая создавала свой проект на базе второй гимназии. По итогам форума ребят наградили благодатственными письмами и памятными подарками. Подробности в следующем репортаже. Было сложно, интересно и даже весело. Такое впечатление осталось у Романа Шилина после четырех дней работы на форуме «Проектория». Участие в проекте стало для старшеклассников проверкой на прочность. Ребятам предлагалось решить задачи более высокого уровня, поэтому школьных знаний хватало не всегда. Работодатели представили задание, которое называлось «Кейс». Они приближены реальные или приближены к реальным задачам, которые решают корпорации, компании. И мы в сжатые сроки должны были их решить и в конце представить. Роман Шилин работал в кластере «Технология космоса». По итогам форума он получил сертификат на участие в профильной смене госкорпорации «Роскосмос» «Первая космическая в Артеке». Но главное, считает юноша, он получил уникальный опыт работы в команде. Пригодится опыт решения задач в крайние сроки, пригодится опыт взаимодействия с другими людьми, с незнакомыми, когда нужно собрать команду из незнакомых людей и быстро распределить, и все начать решать. Кристина Кузнецова вместе с другими школьниками работала над проектом в Сарове. Задачу перед учениками поставили непростую – разработать транспортную систему для острова. Но благодаря слаженной и дружной работе команды, а также помощи кураторов, с заданием старшеклассники справились. Мы должны были разработать маршруты так, чтобы люди недолго ждали автобусы, чтобы это было минимально затрачиваемо по энергетике. Участие в профориентационном форуме очень важно для выпускников. Через несколько месяцев им нужно будет выбирать вуз и специальность. Поэтому попробовать свои силы в одной из профессий – это возможность в будущем сделать правильный выбор. Форум своей главной целью преследует выявить лидеров, выявить ребят и педагогов с активной личностной позицией и помочь профессионально определиться ребятам. То есть это форум самоопределения. На торжественной церемонии награждений по итогам работы форума профессиональной ориентации проектория старшеклассникам и педагогам вручили благодарственные письма и памятные подарки. В парке культуры и отдыха имени Зернова прошла церемония зажжения огней на большой новогодней елке. По всей стране подобные церемонии уже стали традиционными. В уходящем году Саров первый раз решил присоединиться к акции. Маленьких гостей праздника и их родителей развлекали артисты и главные герои новогодних торжеств – Дед Мороз и Снегурочка. До наступления Нового года осталось совсем немного. В дни зимних каникул для горожан приготовили много праздничных мероприятий. Часть из них по традиции пройдет в парке имени Зернова. Парк культуры и отдыха пригласит горожан на традиционный детский коток, который начнет свою работу. 5 января мы ждем маленьких и взрослых на интерактивный большой зимний квест по парку вместе со сказочными героями, который начнется в 11 утра. В ближайшее время в парке откроется реконструированная детская площадка за игровыми автоматами. Открыла череду новогодних мероприятий церемония зажжения огней на новогодней елке. Для этих целей выбрали дерево, которое растет у аттракциона «Автодром» в парке имени Зернова. Так как парк сегодня пользуется большой популярностью, да, и у нас по сути самая высокая живая ель в городе, поэтому место выбрано было именно в парке. Несмотря на мороз, праздник собрал много маленьких саровчан и их родителей. После церемонии зажжения огней малыши и взрослые вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами водили хоровод вокруг елки, пели и танцевали. Ель, украшенная новогодними огоньками, будет радовать детей и взрослых и создавать саровчанам новогоднее настроение. Многие любители спорта и активного отдыха с нетерпением ждут наступления зимы, когда можно будет надеть коньки и покататься по льдам. На стадионе Икар прошло торжественное открытие самого большого катка в Приволгском федеральном округе. Его площадь более 12 тысяч квадратных метров. Ледовая арена работает в праздничные и выходные дни, а также по средам и пятницам. Подробности далее. Несмотря на морозную погоду, на стадион Икар пришло множество любителей активного отдыха. На торжественном открытии катка юных саровчан и их родителей ждала интерактивная программа на льду, в которой приняли участие волонтеры клуба «Инсайт» и воспитанники «Дюши Кар». Сегодня мы каток торжественно открыли, хотя пробный у нас уже был на прошлой неделе, и уже больше тысячи человек успело покататься. Первый лед он не очень, как говорится, хороший, но сейчас лед замечательный, все это отмечают. Каждую зиму каток на Икаре стараются заливать ровно, и по всем правилам техники безопасности прийти и обкатать свои коньки могут все желающие. У нас есть льготные категории, дети до 8 лет катаются у нас бесплатно, инвалиды бесплатно. В среду у нас льготный сеанс, где в сопровождении родителей, дети до 8 лет, пенсионеры бесплатно, участники боевых действий. Ну и перечень, который обозначен постановлением, все по средам у нас бесплатно. Целый год саровчане ждали того дня, когда можно будет встать на коньки и выйти на искрящийся лед стадиона Икар. Среди участников церемонии открытия есть как опытные спортсмены, так и те, кто делает только первые шаги на льду. Мне очень нравится кататься на коньках, так как я учусь в этом. А кто тебе помогает? Мои друзья. Я каталась, конечно, много раз, мне это все нравится, каток сегодня тоже хороший. Хожу постоянно по возможности, все дни хорошие, катаемся, развлекаемся, хороший отдых, спорт. Каждый год на катке звучит энергичная музыка и работает видеоэкран. На нем показывают фотографии саровчан, которые выкладывают свои снимки в социальные сети под хэштегом «Каток Икар». Сезонные кари открыты, а это значит, что пора доставать с пыльных полых коньки, брать всю семью и бежать сюда. Двери Икара открыты каждую среду, пятницу и выходные. А на открытии катка побывали Ирина Вашегородцева и Артемий Глазков. Михаил Заломин и Александр Одинцов – спортсмены с мировым именем, которые начинали свою карьеру в стенах Саровской спортивной школы. Сегодня по их стопам идут десятки мальчишек и девчонок. В нашем городе прошли чемпионаты первенства Нижегородской области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Всего на чемпионаты первенства области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе приехали представители пяти школ акробатики. Конкуренцию с Саровчаном составляли нижегородцы и спортсмены из Арзамаса. После области у нас это идет отбор как бы на привозке федерального округа, который будет проходить в феврале в Оренбурге. Высокий статус и значимость этих соревнований оказали влияние и на настроение участников. Каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Набрать высший балл и попасть в состав сборной можно было только при условии идеально выполненных двух подходов. На своем первом прыжке Даниил Федоркев при приземлении потерпел неудачу. Несмотря на это мальчик с позитивом смотрит на тот вид спорта, который он выбрал четыре года назад. Мне нравится, потому что я могу быть сильным, уверенным и веселым. Как признался юный спортсмен, при первой попытке он от волнения не успел открыться и выпрямить ноги, поэтому произошла досадная ошибка. Ко второму подходу Даня собрался и сделала все без помарок. По словам Александра Абакарова, Саровская школа прыжков на батуте и двойном мини-трампе по-прежнему одна из самых сильных в области. Вот мы недавно съездили на открытое первенство Нижненовгорода. Мы там привезли 14 наград. Всех больше набрали из всех школ, которые выступали. На первенство ПФО отобрали лучших спортсменов, а значит у знаменитых саровских чемпионов. Михаила Заломина, Александра Одинцова и Ирина Алексеевой подрастает достойная смена. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok